Обрезка груши Так Добрый мой читатель Представляете Добрый день мой читатель И сейчас я буду Пинать, издеваться Но постараюсь так, без этого, без крика Но мы это должны знать Потому что, понимаете, ведь человек Не просто вот он пишет, проводить правильно Вот этим правильно Существует уже правило Которым уже Не один десяток, а сотен лет Вот, естественно, они пришли с юга И вот эти люди Вот этот человек, да У него 61 тысяча подписчиков Это люди, которые Ничем не виноваты Представляете, они умнее этого человека Потому что он сам это не делает Он все передрал, включая фотографию Ему нужно было Заработать на этих самых Как он умудрился 60 тысяч подписчиков иметь Мне по сей день сразу меньше Вот Это отдельный разговор Это тайна для меня непонятная И они ему верят Они не могут не верить Потому что им бит в голову Что проводить надо правильно И вы смотрите, как он правильно проводит Вот Ниже будет уже мое резюме А пока читаем Опытные садоводы рекомендуют соблюдать То есть это не он Это опытные садоводы Ну, грушки, конечно Красивая фотография Вот они скрывают Откуда он их взял Видите? Ни хрена у него Огорода нет А канал идеальный город есть То есть он как бы Интерпретирует чужой опыт Ну как? Системность Ведь если бы вот это не было бы И не было бы этого пункта У него получается так Что там у меня моргает Ну-ка Непонятно Ага Итак Ежегодная обрезка Такой подход Обеспечит брошевому дереву Качественное развитие Ну то есть получается Если бы не резать То конечно Качества бы не было Крепкое дерево Формирует раскидистую крону Радует стабильным Белетополышением Вот начинается первая Его ошибка И он хороший человек допустим Но он лезет не в свое дело Но представляете Человек который вот Ну как вам сказать Берет Прочитал где-нибудь статью Почему нет? Как допустим Операция 50-й Где-то На какой-то Отдаленной Какой-нибудь допустим Форпосте Каком-нибудь там допустим Метеостанции Где всего два человека Обычная таможена У кого-то Связи нет Не работает Связь там Значит Непогода Вертолет не прилетит Человек умирает У него Аппендицит Как это называется Обострение аппендицита Вот Значит Что бы делал я Допустим С моим напарником Напарницей Это случилось Интернет Допустим работает Или я уже Запасся такими данными Я открываю Читаю Значит Берется Ну то есть Как сделать Аппендицит Вырезать В полевых условиях Кто-то Когда-то Делал Самый первый Видимо Человек Спас Вот А здесь Ну что Наточил нож Прикнул Где это Аккуратно Чтобы кишки Не порезать Там Аккуратно Эту самую Брышину вскрыл Дальше видно Вот оно Действительно Там Оно Воспалено Отрезал Низками Зашил Вот Напоил там Может быть Спиртом Чтоб человек Уснул Намертво И не дергался Привязал его Веревками Так Чтоб не пошевелился Вот Смотришь И спас бы А там И просто умер Но Здесь Получается Какая Необходимость Была Будет Вот Ну вы же ни разу Не встречали Чтобы аппендицит Вырезали Учили Слесаря Токаря Пекаря Аптекаря Учили Вырезать аппендицит А здесь Учат А первым Делом Он уже Чего не знает Дерев Формирует Афсказистскую Крону Он понятия Не имеет О том Что Именно Груша По своим Природным Качеством По генетике Должна иметь Не раскидистую Крону А вот Такую Помните Я показываю Меня Вот такую Вот Вот так И Мы с вами Проходили Я же не буду Сейчас по-новому Опять 10 фотографий Помните Именно Груша Проблема у Груш наоборот Другая Если Сеянец Растет Себе Он даже Имеет Некоторое Количество Этих Самых Там ниже Будет Небольшой Штамп Может иметь Ну там 30-40 Сантиметров Да Потом Послание Я раскидистая Крону И я Объяснил Почему Тут Итог Другого Вебинара С неба Падает Вода Она Должна Это Крона Такая Компактная Компактная И густая Должна Спасти Штамп От Загнивания А почему Потому что Дуракой Ясно Что если Не читал Нигде Мои Мои Наблюдения Если Туда Уходит Корень Так же Не раскидистый Корень А вот такой Вот Так И крона Такая То это Значит что На исторической Родине Много Много Солнца Мало Дождей Очень Сухой Воздух И Дерево За миллионы Лет К этому Привыкло И теперь И надо Сохранить Крон Изначально Поэтому Написал Заставь дурака Молиться Потому что Ниже будет Как молиться А Теперь возьмем Второе Существует Второй тип Кроны Он ничего общего С первым Не имеет Особенно Касается Груш Берем Почку На боковой Ветке Опять себя Цитирую На подвой Криво Идет Ков били Выпрямили Пошел в другую Сторону И там Ков били Опять выпрямили И вот По неволе Получилось Она не имеет Никаких Таких Как бы Сказать Пропорций Она Одна ветка Вот сюда Вторая вверх Третья вниз Почему Боковая Ветка Вот И тут Начинается Издевательство И вот Получается Так Самое Главное Даже если Она вот Такая Кривая Горбатая Если она Привитая Главное Что должно Быть Тот же Самый Принцип Спасения Штамба А теперь Смотрите Вот это Самое Дерево Формирует Раскидистую Не формирует Груша Раскидистую В прону Человек И он И его предшественники Они переписывали Друг у друга Это может быть Даже Люди С учеными Степани Им тоже Нужно Заработать Для этого Чем больше Напишешь Например По мне Лучше бы не резать Или минимальная Обрезка И там Одна Два Этих Абзаца А тут целые Страницы Страницы Схемы Отрезки Вспоминайте Вы сколько проходили Никто не знает Так получается Кроме меня А теперь и вас Это на всю планету Потому что Никто никогда Про это не написал Не обратил внимания Ну не знает Никто Ну Привыкли Что это Дерево должно быть Ну какой-то Стандартной формы И под него подгоняют И получается Что это делать Ежегодно А никакой Раскидистой Кроны делать нельзя Раз она Формирует Раскидистой А вы видите Она не Раскидистая Вот и написал И она Стабильным Обильным Позвращением Поначалу Да Спора нет Вот Заставь дуракам Молиться Вот тут система Система для дураков То есть Не для дураков А для учеников Дураков Вы потом Видите Какие Отзывы Какие Отзывы Грамотное Расположение Кроны Вторая Страшнейшая Ошибка Видите Он Пронумеровал Я Ономерую Вторая Страшнейшая Ошибка Высоту Штамба Определяет Обрез Касается Первого Вытажа Видите Этот показатель Варьируется В пределах 60-90 Сантиметров Если оставляет Более Там Менее Это потом Вот Человек Затрудняет Сбор Рожая Если еще Больше Он у другого Причины Не придумал Если 60-90 А кто-то Сделает Метр Полтора Делают А он Нашел Причину Не Не надо Он все-таки Сдержанно Это делает Не достанешь Они падают Будут Разбиваться Нашел Причину Вот Важную Все Не так Здесь Получается Саженцы Как правило Из семян Неполноценные Вот Чаще Ну Чаще Скажем так Да Привитые Полноценные Чаще И У привитого К сожалению Они От самой земли Выбрасывают ветки Тогда Вот он начинает 60-90 На такой высоте К сожалению Раз Два Три Четыре Пять Шесть Восемь До Десяти Веток Боковых Первые Которые Должны Заполносить Первый Год Они Однозначно Все Исчезают Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Раны Чтобы Чтобы Потом Я Все Собрал Кучу В общем Вот Это Подлая Вещь Подлейшая Но нету Штамба Не положено Ему Штамб Не положено Эта ветка Не имеет Ни корней Она не имеет Почка Взятая Это Только Верхняя Половина Штамба У нее нету У этой ветки Нету Штамба Она Самая нижняя Вот как только Привил Самая нижняя Почка Пошла в рост Вот Страшнейшая Ошибка Идем дальше Борьба С ненужными Побегами Вот Видите Я же У меня Хотя Это и привитая Это Вот одна Груша Дали вторая Груша Они хоть и Привитые Так Вот Но они Уроды Уже из-за того Что привитые Уроды И все равно Эти уроды Пытаются Сохранить Будучи Боковая ветка Выпрямленная Подчеркиваю Пытаются Сохранить Природную Крону Вот такую Видите А теперь Смотрим Что эти Так Хорошее Нехоро Слово пропускаем Ненужные Побеги То что вы видите Это сплошные Цветочные почки Я вам ниже покажу Важно Удалять Растущие Вертикально Мощные ветки Паразиты Вот это Слово Ветка Паразит Я В своей жизни Представляете Друзья Вот Видя их Сотни Тысячи Может десятки Тысяч Я не встретил Ни одну ветку Паразита Они ее придумали Только для того Чтобы Чтобы у них Было Пункт 3 Вот еще Лишний Это не он Он все это Передрал А пункт 3 Говорит о том Что Надо было Еще Чуть-чуть Подлиннее Статью и сделать Вот Лишние Сребреники И для этого Он придумал То что на самом деле Не существует Веток Паразиток Нет Но мы это Проходили Поэтому дальше Поговорить не буду Вот Вы сами видите Они не плодоносят Кстати То что вы видите На фотографии Уже опровергают Но это ладно Вот Практически все Поиски цветочные Так Полоношение на этих Даже не на 2-3 год А Полоношение на Проросток Последнего года Видели Они не плодоносят Якобы Но активно Забирают влагу Необходимые Питатели соединений Глупость Это отрицательно Скажется на состоянии Всего дерева Как она может Скажется Вы видели Те фотографии Где По 20-30 По 40 Килограмм Ветер с дерева Как она помешала Я понять не могу Но это ладно А вот Кстати Это я так Пригластраться Чего вы тут Намололи А Ну А теперь возьмем Так Смотрите Я выбрал Мне везет В каком плане Кто-то Тут побывало Весной Человек может 30 Может 50 Как они Побрезговали Этой грушей Вы Скажите Друзья Вот вы Видите Грушу Да Вы Бобрезговали Ей Как Ее могли Не купить Ее Третий год Да Вот Но мы Не из-за этого Что их не купили Мне просто Повезло Вот уже Цветение Ясно Что ее Теперь нельзя Продавать Вот Она осталась Еще на год Может я Показывал С плодами Не помню Вот так Вот А мне кажется Бог Сказал так Где-то там Или от имени Бога Кто-то из ангелов Значит Помогает И шепнул Сергею Не продавай Не продавай Она потом Железу старшему Подадлится Не продавай А он потом Сделает ее Учебной Впечатляет Внимательно Смотрите Это Прививка Привитого Земли Как оно должно быть Вот За два года Вытянулся Вот этот побег Так Обратите внимание Вертикально Абсолютно И он Оброс Чем Плодушками Вот они Коротенькие Плодовые Образования Смотрим дальше Вы думаете Я болту Внимание Смотрим Что происходит Дальше Вот И когда Вот это Уйдите Именно на груши Так Вот они Эти образования Да Вот Вот этот дурь Вот этот дурь А беда Главное Одного дурака Молиться А ведь это же Поражена Вся наша Почему я Когда вот Говорю Про студентов Что он Если он скажет Что это новое Судоводство И что почка Почки розни И побег Побегу розни Вот Что его еще Двойку поставят Это нынешнее Двойку поставят Нынешнее поколение Этих Экзаменаторов А будущее А будущее нет Будущее скажет Вот студент Вот ты прав Чего тут отрезать Выпрямлена ветка Она была боковой Росла себе Никому не мешала Смотрим дальше Незопущение А еще Сребреники зарабатывают При выполнении обрезки Крону нужно равномерно прореживать Я бы допустил Прорежьте ради Бога Больше света попадет на оставшиеся Если бы раны При этом бы это Ну да что-то придумали Вот рана есть А у нас что-то придумал Я до сих пор считаю Нет до сих пор не придумали ничего Чтобы эта рана так заделать Чтоб она имела Допустим крона 40 Не крона, а кора Этого же дерева Допустим выдерживает Не пропускает до минус 40 Не пропускает внутрь мороз А раны пропускает Причем при минус 10 пропускает 20, 30, 40 И дерево становится хрупким А потом еще и погибает Вот придумать чтобы она Эта рана вообще невозможно было Ну невозможно было бы ее вообще Это Самое Чтоб туда мороз проникал Утепление раны На сих пор нету такого Вот кто бы это Придумал Итак Позволяет плодам Быстрее созревать Конечно солнце больше Накануне не замерзло Они получают Они получают достаточно питания Консервируют максимальное количество Вот Дело в том что Именно вот это свойство у груш Когда их пытаются Проведить Эффект А этому Вот почему Они этого не знают Получается наоборот Чем больше Чем больше проезжают Тем гуси Еще проезжают Еще гуси Еще гуси Еще гуси Ну подобрал Один из своих снимков У меня не было Такой цели Ставить Учебник Ну даже этот Снимок Потянет на учебный Будущий Учебник Пригодится Такой Потом И плодами Ну это особый снимок Это особая прививка Я просто Не хочу на этом акцент делать И вот он Рассуждая О недопущении загущения До качества доказательств Приводит вот этот снимок Чего ты доказал? Где видно Осветлено Загущенно Чего ты доказал? Так Побольше места Чтоб заняло В интернете Свистал Вот пожалуйста Грамотное расположение Павел Вот вы понимаете Где-то изначально Груши были И с яблоней Было что-то Что-то общее А потом Куда-то семена попадали Там где сухо Немножко менялись 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 Приспосабились Получилась груша А в другом месте Где Может быть даже Чуть холоднее Чуть сырее Чуть ближе К грунтовой воде Там получилась яблоня В конечном счете Да И они уже Отличаются Яблоня Более раскидывается Груша Вот Уже Невозможно И вот это Грамотное расположение Расположить Можно только секатором Уничтожать Сейчас Можно подвязывать Так Но вопрос Для чего Это все надо делать Смотрите Человек бы это Делал 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 Да на кой черт Вы с это Представляете Над этим деревом Груша бы издевались Ничего Для ни одного Делал Я хотел Я хотел Кое-кого из Специалистов По черешням по абрикосам, вот так вот и привезти сюда с помощью спецназа заставить их, а я говорю, и вы все толпы, а тут же уже сотни телекамер со всего мира, вот, потому что мы же когда-то должны опередить весь мир для начала нужно показать, что у нас есть не только дураки собрали, ну, тысячу много ну, хотя бы самых ярых 50-100 вот, секаторы вручили и сказали, вот вам груша, вот ваши 8 правил, это те, кто друг у друга переписал, режьте, но режьте не зимой, когда так безобидно выглядите, а вот сейчас вы же тоже не против летней обрезки, вы только забывайте, что на дереве еще иногда и груша бывает, и вот начинаем, и причем по страхам расстрела, что бы они от этого дерева оставили вот так вот идем дальше, а мы еще только не к четвертому пункту добрались недопущение загущения поговорили чем больше режешь, они этого не знают тем больше, именно груша касается при формировании кроны соблюдают базовый принцип сопочинения он предполагает расположение наиболее мощных крепких веток нижнем ярусе при этом отростки развивающиеся метод должны находиться выше ну, в принципе это не базовый принцип сопочинения еще раз он совершенно забывает что привитое это одно а непривитое семца это другое это более пропорциональная крона она когда-то вот так вот ветки могут чуть-чуть длиннее быть которые смотрят на юг на север может чуть покороче быть так вот там плоды крупнее тут мельче и количество меньше север юг какой-то ну, в принципе они гармонично расположены ну, как можно понять что это было для семца оставьте в упокое вот эти привитые вот а там получается что человек думая, что не понимая разницы начинает привитые подчинять законам которые вне привитых а отсюда калеки 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 регулирование направления роста скелетной ветке растущей вертикально обрезает до внешней почки которые смотрят в сторону я вам показывал больше помните растет вертикально а потом все равно даст горизонтальный то есть для этого резать их не надо он просто этого не знает в дальнейшем рождающий побег будет расти предпочитать в горизонтальном направлении вот эти вертикальные смотрите что снял это с вертикальных а на кой черт чтобы они расти вниз пусть когда на них появится урожай тоже глупый совет совершенно вот устранение конкуренции побеги будут хорошо плодоносить это позволит при выполнении обрезки искусить близкое соседство то есть опять калечить 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 обратите внимание сильные побеги около центрального проводника а также развивающиеся непосредственно скелетных ветках необходимо вырезать полностью а зачем это как я буду ходить возле дерева сильный побег находящего а как он должен быть грамотный мне вот эти слова правильные и грамотные вот они всегда удивляют что ты знаешь с удовольствием чуть не обозвал особенность грушевого дерева заключается в быстром восстановлении вот то самое быстрое восстановление с помощью загущения ветки на этом растении рекомендуется обрезать на качестве развивающегося боковой побег если провести удовольствие на кольцо со временем будут формироваться волчки и здесь будут формироваться волчки дело в чем вот это вот грамотное проведение якобы грамотное вот и быстрое восстановление еще раз дерево отрезаешь вот хоть это хоть то возле центрального проведника они возле центрального или боковой это качественно развивающийся боковой как угодно сразу кроне крона это крыша она делает так чтобы дождевые потоки распространялись вот так любая прореха и это касается груш из таких мест где влага страшнейший враг избыточная влага и не дай бог чтобы она потекла по штамбу пока дерево живо оно тут же вот я вам показывал тут же вот была вот такая ветка и тут же раз вот 4-5 таких тут же это нельзя не видеть кто-то теперь ненавидят вначале отрезали вот восполняется может быть в другом месте если скелетную ветку отрежешь она ниже ниже на метр на полметра откуда угодно полезут им нужно заткнуть дыру вот эту вот дыру а этого не понимает никто мне такое впечатление что до сегодняшнего дня это получается я и вы все больше никто не понимает это и это такая страшная вещь потому что не просто кто-то пытается улучшить дерево он его калечит калечит не специально а просто по дурости потому что ну не хватает мозгов ну их нету и никогда не было тем более что тот кто берет эти фотографии с этого с интернета это значит он все это содрал с интернета ему нужны эти лайки подлые потом видите что нужно а кстати и вот эта вода которая проходит сквозь по штамбу это не вот так а вот так напрямую через дыру вы же крону-то изрезали теперь она пошла не все она уже вот так пошла и она подземляет начинает уничтожать все избыток влаги под землей это никакая не благо это уничтожение подземной инфраструктуры и это еще вам покажу ну чуть ниже или в следующий раз я сейчас смотрю я отстаю уже в два раза я не думал что так долго буду но еще раз я сейчас друзья 121 вебинар праздничный день почему я здесь все это рассказываю да потому что когда-то это станет основой будущего садоводства новых книг вот новых программ для студентов нету других никогда не было и не будет понимаете нету не было и не будет только вот это вот что перед вами и поэтому сейчас может быть потом окажется что всего 10 человек меня слушает ну потом еще полтысячи меня послушает но придет время и когда-то это станет новым садоводством потому что такие вещи они как сказать они их легко смотришь и видишь вот видишь почему же ты такая да вот почему смотрим дальше это так просто но не дано вот тем кто сейчас в власти но им не дано и вот этот человек которого 60 тысяч для чего для чего содрал передрал губительную страшно губительную статью каждый год резать смотрите что самое еще страшнее покажу сейчас покажу подлость заключается понятно почему ставьте лайки нужны эти самые нужно продавать самый умный Алексей коротченков видите в ответ на статью для чего марал бумагу оторвал время но может быть он имел ввиду что это дуливой дурак знает что надо поражать может но он ничего не сказал такого как я что это все подлость он просто расходил свое мнение что бумагу марал ну правильно самое интересное Дмитрий от полезности статьи просто мозг взрывает а знаете почему это так кажется это не зная что раны это всего лишь приближение конца раны 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 потом эти самые жуки пауки эти гусеницы тляп все это вот из-за этого из-за его советов вот это вот почему-то человек не знает он может быть прекрасный человек специалист может быть и вот у него мозг взорвался вы представляете он человека так подставил и человек будет всю жизнь теперь калечить дерево калечить калечить а потом где груши после абрикоса груша самый слабый этот развивающийся вид у нас в России самый слабый после абрикоса а почему абрикоса и груша это два те самые вида хоть они вроде бы казалось бы должны быть груша ближе к яблоню абрикос ближе к слевинеет именно расползлись по свету пошли деревья типа сливовая туда где вода абрикосовые туда где нет дождей и они постепенно стали разными 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 и у них условия их находения разные а мы их раз за тысячи за десять тысяч километров с Канады раз абрикос привезли с этого самого с Бергии раз грушу вкусно привезли и посадили там где воды много и попробовать и после этого тронь эту крону нельзя 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 а что это вы представляете полковник Нечипуленко наверное настоящий полковник он ему тоже благодарен умнейший садовник дурак он и не садовник нет даже не так он не дурак он умный умный и нехороший человек среди этих мошенников тоже умных хватает взять распространить на 60 тысяч этих подписчиков вот это вот вот пишет полковник бедный полковник 17 лет после судьбы врачу сады ваши знания помогут мне устроить с грушами даже на 16 лет ты уже должен был грушами полстраны накормить раньше обрезал их как все деревья что в корне неверно а что груши зря вот все что написал груш запросто меняем слово груша так меняем слово груша на яблони на чего угодно будет то же самое опять же жирующие опять регулирование опять конкурента убрать вот вот так вот мы заканчиваем ну я тут подсуетился и написал следующее смотрите привет от Железова виртуальной стране дураков вот в жизни и многие люди как у нас наши мы мы когда-то мы не знали в 87 году появился этот самый жалоперсоединок хозяйства возглавил этих виртуальную страну дураков и подобно ему вот как я помню это поругался я уже печатался меня уже авторитет был больше чем сейчас в то время просто садоводы были более любознательны и интересующиеся я говорю главного редактора ну почему вы напечатали вы же меня печатаете восьмой или там год в каждом номере вы уже все знаете вы ко мне два раза приезжали ко мне с Красноярска за 500 километров два раза приезжали почему вы напечатали статью под названием отрежем все лишнее ответ приводить не буду итак привет виртуальной стране дураков я начинаю с чего знаете как вот один из этих возраста звучал так значит что он в дневнике написал что в своем дневнике Вовочка подознание учительницы Марьи Ивановны я это сам попросил папу нет не так Марьи Ивановна учительница попросила передать папе чтобы он занялся моим сексуальным воспитанием как мужчина вывод дурак дураком вот вот примерно так же вы понимаете что получается что вот намек поняли я же не сказал что он дурак я говорю намек вы поняли вот вот к ним обращаться современным садоводам вот к этим вот таким вот на которые даже не ведут что творят чтобы у них мозг взрывался и он хватался всегда так